Ну разве это не ужас? Это конкретный ужас? Он лимитирует. Я увидела тамагочи, девочки, захотела купить тамагочи. И я не поняла вообще, что это за юмор. Рассмеялась как бы, ну жду своей колготки. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй. И сегодня у нас будет необычное видео, и видео долгожданное. Я расскажу сегодня о всех ужасах с сайта Пандао, с которыми мне пришлось столкнуться. Да, действительно, этим сайтом я вообще осталась недовольна. У меня остались плохие впечатления. Сейчас все расскажу по порядку, покажу, что мне пришло, как вообще, с чем я столкнулась. На этом сайте я больше никогда ничего заказывать не буду. И прежде чем начать рассказывать все эти ужасы, я бы хотела начать с позитивной нотки и рассказать вам, какой сайт я интересно нашла, интересную программу для того, чтобы мы могли с вами экономить. Называется этот сайт Dishopper. Может быть, кто-то уже с ним сталкивался, и кто-то уже, может быть, пользуется. Это такой сайт, который сотрудничает с разными интернет-магазинами. Для нас это очень удобно, потому что он абсолютно бесплатный, и сделал он конкретно заточен вот под нас, чтобы нам было все легко, чтобы мы могли сэкономить. Dishopper очень прост в использовании. Вы просто заходите на сайт, регистрируетесь, выбираете себе магазин партнера, заходите на официальный сайт, выбираете любую понравившуюся вам вещь и добавляете ее в отслеживание. И программа сама начнет отслеживать, когда повышается цена или понижается на ту или иную вещь. И разработчики этой программы заметили, что на самом деле цена за короткое время может и скакать и вверх, и вниз. И этот сайт специально создан для того, чтобы мы могли все это отслеживать и выбрать ту цену одежды, которая нам более подходит. Там даже можно выбрать диапазон цены, которая вам нужна, и тогда к вам придет уведомление, что та вещь, которая вам нравится, она стоит сейчас столько, сколько вам нужно. Бегите, скорее покупайте и заходите на официальный сайт и приобретаете вещь, которая вам нужна. Я добавила сейчас в отслеживание очень много разных вещей, кроссовочки, туники и вот смотрю скидки. Сейчас даже на сайте здесь можно увидеть, что некоторые вещи уже идут со скидкой, можно увидеть, сколько скидка у нас. Также можно увидеть, что цена пошла вверх, хоть она указана и со скидкой, но значит цена завышенная, а потом сделанная скидкой. В общем, это очень удобный сайт, я рекомендую вам всем им воспользоваться и надеюсь, он вам поможет. Ссылочку на него я оставлю под видео. Ну а теперь мы приступим к нашим баранам, как говорится. Этот сайт Pandao и Joom, я думаю, что это одна тема, на самом деле на Joom ничего не заказывала, решила на Pandao приложение, скачала все дела, смотрю такие цены классные, супер-пупер закажу что-нибудь себе, сниму для вас видео, тем более вы все время просили меня, снимите или что-нибудь, что ты с Pandao заказала. На заказала, да, меня привлекли цены и все такое. Короче, первое, что мне не понравилось с этим сайтом Pandao, это то, что вещи приходят очень-очень долго. После того, как я заказала вещи, у меня было заявлено, я заказала где-то 10 позиций, у меня было заявлено, что, в общем, край, ну там 2 месяца получается, в общем, край вам придет товар 18 мая. Ну и хорошо, я жду. На Алиэкспресс обычно, когда ты заказываешь что-то, и тебе пишут, что край такого-то числа придет, да, обычно всегда вещи приходят раньше, всегда. Тут получается такая ситуация, что уже 18 мая ко мне пришло только 2 вещи из 10, 2 вещи из 10. То есть я понимаю, что ничего мне не пришло, а самое интересное, что на сайте написано, что все доставлено. Я прихожу на почту, а мне говорят, ничего нет. Все товары, которые там, они не отслеживаются, это тоже неудобно. На Алиэкспресс практически 90% отслеживаемых товаров. Это тоже очень удобно, когда ты видишь, где твой товар. А здесь только отправили, летит, доставлено. Все, 3 пункта. Я думаю, что они толком и не отслеживаются. Короче, я ждала-ждала, и честно говоря, вот эти ожидания, они безумно бесят. Я ждала-ждала свои вещи. В итоге пришло время 18 мая, потом я захожу, смотрю, что они продлили до 20 мая. В общем, ничего не приходит, и я начала открывать споры. Ну, а как решились мои споры, я вам расскажу потом. Давайте я сначала покажу, что я все-таки заказала, и что мне нравится или не нравится. Первое, что я заказала вот такой вот тональный крем, по-моему, называется, да, Makeup Cover. Фишка в нем такая, что он закрашивает татуировки, и мне очень хотелось проверить, как он реально закрашивает татуировки. Вот у меня есть небольшая татуировочка, сейчас мы проверим с вами. В общем, берем наш крем, он запечатанный, тональный или крем, я не знаю, что это. Мы открываем его и наносим. Цвета там не было указано, поэтому я не знаю, какой цвет на самом деле здесь. Но, походу, здесь цвет для мулаток конкретно. Смотрите, как он отличается от моей руки. Я не знаю, лучше с татуировкой ходить, чем вот так замазать все это дело. Очень плотные консистенции. Я замазала тату, да? Трындец. Ну разве это не ужас? Это конкретный ужас? Ну да, оно бы замазало так, да, если бы это был мой цвет. Но это представьте, как надо попасть, что так плотно. Ну что это вообще? Это горчица какая-то. Просто ужас. Ужас. Ужас номер один. Ужас номер один состоялся. Тем более, если его как следует распределить, все равно там прозрачность какая-то. Трындец какой-то. Вообще, просто цвет... Ну вот зачем? Это просто выкинутые деньги на самом деле. Давайте заодно проверим, как стирается он. Но у меня такое хорошее средство. Нормально стирается. Размазывается. Я такая более мулатка еще становлюсь. Чтобы я не испачкалась во всем этом. Кошмар. Ну ужас. Конкретный ужас. Ужасы нашего пандау. Поехали дальше. Дальше я заказала вот такую интересную игрушку. Я увидела когда-то ее у своей подружки. Но вот она меня чуть порадовала. Да. Я увидела ее у своей подружки. И нигде не могла найти, потому что я не знала просто, как она даже называется. Такая игрушка. Здесь два шарика. Мне кажется, для ребенка это очень прикольно. Здесь два шарика. Вот такая незамысловатая простая штучка. Шарик кладется сюда. И мы просто дуем. Так. И шарик должен подниматься. Он лимитирует. Я не знаю, сможет ли Денька дуть. Он вообще сообразит. Но я думаю, он так долго не сможет дуть, как я. Но что-то прикольное может происходить. Вот эта вещь мне понравилась. И в итоге, как она там называлась, я не помню. Можно сделать скриншот, если кому-то интересно. Вот здесь я оставлю свой инстаграм. Вы можете заходить. И я скажу. Но будете ждать вы ее три года. Три года и три месяца. Эта штучка мне понравилась. Ладно. Одна радость. Дальше. О, кстати, я хочу дополнить свой образ. Я заказала такие сережки. Цены я уже, блин, не помню. Сейчас я вам скажу, если вам интересно цены. Сколько на что я потратила. Так, заказы. Мне еще не все пришло, кстати. Значит, 98 рублей стоит вот эта херотень. 100 рублей, да? 100 рублей не лишние, сказала бы моя Кристина. Игрушечка стоит 89 рублей. Тут даже не написано ее название. Просто детская развивающая игра. Детская развивающая игра. Все, да? Если мы наберем это в интернете, мы хрен не найдем это. Дальше. Тоже 89 рублей. Сережки стоят 38 рублей. Я очень люблю сережки, которые сделаны из перламутра. Ну, похоже на это на перламутр. Сейчас мы в ходине. Я просто увидела, что они дешевенькие, кругленькие, перламутрик. Я думаю, что они сюда хорошо пойдут. У меня что-то похожее есть. Сейчас я надену. Оп. Мне кажется, они хорошо сюда будут, да? Я как-то ездила в Крым. И мы когда гуляли там, ходили куда-то в горы. Вот много из перламутра всего продавали. И я себе купила сережки. У меня какие-то лежат. Очень классненькие. Вот. Еще вот эти будут. Ладно. Это довольно. 38 рублей. Не жалко. Дальше поехали. Дальше я купила себе вот такой вот чокер. Хотя чокеры, я знаете, к ним очень двусмысленно отношусь так все время. Они мне то нравятся, то не нравятся. Не знаю. Зависит очень сильно от образа, который у вас. Чтобы оно было хорошо, да? Вот такой вот из нескольких полосочек. Сделан из какого-то материала типа, типа, знаете, бархата. Ну и все. То есть полный минимализм. Вот так на шейку надеваем, застегиваем. В принципе, достаточно плотно он там держится. Нормально. Можно. Можно. Такой вот чокер стоит 43 рубля. Ну, тем более 43 рубля, да? В принципе, неплохо исполнен, сделан. Ничего лишнего, нареканий нет. Дальше. 300 лет вообще. Я увидела тамагочи, девочки, захотела купить тамагочи. Но когда он ко мне пришел, я вообще не поняла, как им пользоваться. Честно говоря. Стоит он тоже рублей 50, по-моему. А нет, 94 рубля. Ни хрена себе. Короче, он включается. Вот так. Здесь всякие зайки, 168, петушки, курочки, киты. То есть мы можем выбрать кого-то, да? Потом начинает внизу. То есть это, знаете, вот в наше время сейчас, кажется, тамагочи скачать приложение на телефоне. Будет оно цветное, крутое, со всякими звуками классными. Вот это просто мне захотелось вспомнить, да, как оно выглядит. Оно вот так вот выглядит. И я, короче, вообще не поняла, какая-то бита, туалет. И как этим пользоваться. Короче, я не разобралась. Инструкция тоже на непонятном языке, на английском, по-моему. Ну, английский понятный язык, но все же. Короче, я не разобралась, посидела, что-то потыкала, потыкала. Я не знаю, тамагочи кому-нибудь подарю. Хотя мне кажется, никому не интересно с такими тамагочами будет играть. Может, просто как сувенир останется мне на память. Тамагочи. Дальше, дальше, что я заказала, такая вот интересная штука. Мне показалось, что она будет полезная. Мы сейчас с вами вместе пойдем ее и проверим. Это такая резиновая вещь, которая, вот если, допустим, кран находится как-то далеко для ребенка, то мы просто на кран насаживаем вот эту вот штучку, да, и вода, вот видите, детские ручки, вода льется ему прямо в руки. Вот это надо проверить. Выглядит оно вот так, просто незамысловато. Надо проверить, будет ли оно нам полезно. Потому что всегда, когда я остановлю пацана тоже на раковину, он прямо тянется туда, ему неудобно. И он раз и облокачивается. Мне кажется, вот это будет удобненько ему. Покажу. Что ты там выглядываешь? Жопик. Следующее и последнее, что я заказала на сайте, не последнее, что я заказала, а последнее, что мне пришло, это помада, помада матовая. Вот такая вот. Цвет я заказывала вообще очень светлый. Я не понимаю, почему... Вот, но он выглядит, посмотрите как. Да? Ну, светлый, согласитесь. Почти такой же, как у меня на губах. Но когда я его открыла, пахнет вкусно, скажу. Когда я его открыла, ну, пахнет, как мои матовые все помады. Он какой-то темный мне показался, очень. Может, я преувеличиваю, но... Хотя подсыхает вроде нежный. Но он яркий, в общем, не бледный. Соответствует? Или в тюбике светлее? Непонятно. Но сейчас, давайте сейчас проверим, как он высыхает, и я вам скажу, хорошее это или нет. Потому что я выбираю помаду, у меня в магазине продаются матовые помады, наборы очень классные, крутые, которые высыхают на губах классно, и потом не липнут. И я их обожаю. А есть тоже помады, которые там же, где... где я выбирала, и их наносишь, и тоже вроде бы они матовые, крутые, но они липнут, они не высыхают до конца, они долго высыхают. В общем, сейчас проверим. Так, помада высыхает на глазах, и не липнет. Офигенно. Помада классная, девчонки, помада классная. Но чем ждать ее так долго, стоит она... Сейчас я вам скажу, сколько она стоит. 101 рубль. Стоит она 101 рубль, но мне кажется, что она не стоит того. Можно у меня в магазине заказать целый набор, и там получается по 100 рублей одна помада. Примерно так. А я бы даже вообще и переплатила, и купила бы лучше где-нибудь, если бы увидела такую помаду, я бы в два раза переплатила, только чтобы не ждать три года и три месяца. Ну вот эта фирма хорошая. Все, вот она высохла, и она не липнет, абсолютно классная. И стойка. Ну у меня вот в Кайли такие же помады в магазине. Классная. Вот. Все. На этом все. Покупки закончены. Что мне еще не пришло? Не пришло мне... А! Вообще тоже фишка. Я заказала себе колготки. Сейчас я вам покажу. Блин, фотку не загружаю, только вот такая маленькая. Я заказала себе вот такие колготки. Да ептель-моптель. Короче, колготки со стразами. Недавно прихожу на почту, и мне дают какой-то маленький пакетик с носками. Просто носки. Знаете, как вот сеточка на голову есть такая черная. Вот такие носки. Просто в сеточку черные носки. Какие-то самые дешевые, которые стоят один рубль, наверное, да? А тут, извините меня, колготки 33 рубля должны стоить. Короче. И я не поняла вообще, что это за юмор. Рассмеялась, как бы, ну жду свои колготки. Ещё я заказала очки оранжевые. Вот они они. Увидите вы их или нет? Вот такие очки оранжевые заказала. Стоят они вообще 82 рубля. Они ещё не пришли. И ещё заказала игрушку. Не игрушку, а книжку. Тканевая книжка для малыша. Вот. Она тоже мне не пришла. Стоит она 107 рублей. После того, как я увидела, что время прошло, и что пора открывать спор, всё, что мне не пришло вовремя, я везде открыла спор. Все мои споры сделали удовлетворёнными. И, по идее, в течение 3-30 дней деньги должны вернуться, поступить мне на счёт. Но мне очень сложно это отслеживать. Я, честно говоря, не знаю до сих пор, пришли они мне или нет. Но давайте будем считать, что в лучшем случае они мне все пришли. Плюс в этом во всём то, что вещи эти продолжают мне идти. То есть после того, как все споры были одобрены, мне приходят вещи ещё. По одной, по две. Но, как вы видите, не все вещи ещё пришли. Возможно, они не придут. Кто его знает. Но я для себя решила, что на этом сайте я заказывать ничего не буду. И, кстати, пока я стояла в очереди, пока ждала, очень много девочек, которые заказывали на Джун, на Пандао, тоже приходили недовольные. Потому что им приходит уведомление, что товар пришёл, что он доставлен, а его нету. На почте его нету. То есть там как-то несостыковочки у них какие-то. И очень недовольные, нервные девчонки приходят. И, в общем, я говорю, я точно так же жду очень долго. Открывайте споры и возвращайте свои деньги. А если товар придёт, это будет вам бонус за ваши ожидания и мучения. Так делать нельзя. Тем более, смотрите, что приходит, да? Вот реально. Можно возврат денег за это сделать. Зачем она мне нужна? Её реально только выкинуть, эту штуку. Ужасный сайт Пандао. Ничего не буду заказывать. И рекомендую вам реально заказывать на нормальных сайтах, что и я буду делать. И дешопер нам в помощь для того, чтобы сэкономить деньги. Там реально можно купить всё с огромными, с огромными скидками. Попробуйте, воспользуйтесь. Ещё раз напоминаю, что ссылку на дешопер я оставлю под видео. Заходите, регистрируйтесь, выбирайте, закидывайте кучу разных товаров и просто следите за их скидками в течение двух-трёх дней. Вы увидите, как меняется цена. Всё, мои хорошие. Надеюсь, моё видео было полезным и интересным. Я вас люблю, целую. Впереди много интересного. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто в первый раз. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Пока-пока.